Главный священный артефакт Ватикана Святое копье, которым по легенде Стражники пронзили тело Иисуса Христа У него много имен Копье судьбы, копье власти, копье Лангина Считается, что тот, кто владеет копьем в данный момент, правит миром Легендарное оружие побывало в руках у римского императора Константина Великого Варвара Барбароссы, вождя гуннов Атилы у Наполеона и Гитлера Историки доказали, копье судьбы сохранилось до нашего времени Правда, сейчас как минимум четыре артефакта Претендуют на право называться подлинной реликвией Это копье находится в базилике Святого Петра в Ватикане В имперской сокровищнице Хофбургского замка Хранится Венское копье Еще один наконечник, претендующий на звание Могущественной реликвии, есть в Кракове А это древний артефакт из Армении Недавно группа исследователей получила разрешение Католической церкви провести экспертизу трех святынь В Австрии, Ватикане и Польше Вывод ученых стал настоящей сенсацией Все три копья оказались средневековыми подделками Они не из эпохи Древнего Рима И только одно копье не было изучено исследователями Оно хранится в храме армянского города Эчмиадзин Доступ к нему имеют лишь избранные Мы отправляемся в Армению, чтобы узнать Как выглядит настоящее копье судьбы И действительно ли с его помощью можно управлять миром В мире много тайн Одна из них будет раскрыта сегодня Почему Адольф Гитлер мечтал заполучить копье судьбы? И Гитлер рассказывал о том, что он предложил свою жизнь Где прячут настоящее копье Лангина Настоящая реликвия тоже в храме, хоть и не на виду Какой силой обладает христианская реликвия? Мне стало трудно дышать, тело покрылось испариной Потомки вождей русской революции знают, кто на самом деле управляет миром Сенсационное интервью Стюарта Свердлова Все основные мировые лидеры За их спиной стоит комитет трехсот Это он на самом деле управляет миром Что скрывает королева Великобритании? Английская королева, ведунья высшего первого уровня И прячет от своих поклонников Эдита Пьеха Я надеваю это колечко только на концерты Вещи, которые меняют мир И самые могущественные артефакты в истории человечества До сих пор большая часть магических предметов не найдена Тайны мира Копьё судьбы Здравствуйте, с вами Анна Чармин Мы расследуем самые странные и загадочные явления, происходящие в современном мире Предания гласят, что человек может достичь власти с помощью тайных ритуалов и магических предметов Доступ к ним имеют только избранные За талисманами власти охотятся многие Наша экспедиция отправляется на поиски самого могущественного из известных атрибутов власти Согласно Евангелию, этим копьём римский центурион Гайкасси Лангин Нанёс последний удар Иисусу Христу Тот, кто будет владеть копьём Лангина, тот получит власть над миром Копьём Лангина владел Чингисхан, Тимур, Александр Македонский, Наполеон, Гитлер И далее везде Все те, кто были у власти, они все владели копьём Лангина Город Эчмиадзин, Армения Именно здесь сотни лет хранится таинственное копьё судьбы Об этом говорят многие историки-идеологи Настоятель храма Ас-Рик Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Почему копьё судьбы не спасло Третий Рейх? Эксперты полагают, ослепленный мечтами диктатор принял музейную копию за настоящую реликвию. Всегда возникала смутная догадка, а то ли это копье вообще, и могло ли зло, такое вселенское зло, быть связано... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Историки утверждают, что Грааль побывал в руках некоторых правителей И почему Наполеон бросил свою корону в Самарской области? Он не справился с мочью этого древнего артефакта Кому поклоняется мировая элита и как она управляет человечеством? На самом высшем уровне мировой политики царит пульт дьявола Но не только Гитлер искал магические атрибуты власти В середине 20-х годов в Советском Союзе для этого было создано специальное подразделение НКВД Они имели доступ к тайным материалам и скрытым манускриптам Часть из которых была утеряна, а часть до сих пор хранится в архивах КГБ В 1926 году Дзержинский отдает приказ о проведении экспедиции, которая будет искать тайные места силы Поиски поручили некоему Александру Барченко, крайне загадочному персонажу советской истории Достаточно сказать, что Барченко сумел убедить советскую власть в существовании демонических сил И выбил государственное финансирование для собственного оккультного предприятия Так называемой лаборатории нейроэнергетики Александр Васильевич Барченко, ученый, в общем, самоучка Который занимался вот этими тоже палеофантастикой И, соответственно, он тоже верил в различные сверхъестественные явления, в астрал Из секретных источников нам известно, что Барченко отправился в Бахчисарайский район Крыма Он был уверен, именно здесь следует искать предметы силы Хранились где-то древние мудрецы, которые хранят это знание В том числе, кстати, и знание о каком-то там сверхоружии И что если с ними уступить контакт и убедить их, что мы, то есть мы, Советский Союз, являемся Носителями новой идеологии, что мы будем создавать будущее, о котором вы мечтали То они поделятся с нами этой информацией Вся собранная Барченко информация, раскрывающая тайны Крымского полуострова Сгинула в секретных архивах ВЧК Что же искала молодая коммунистическая партия? Специалисты, знакомые с работами Барченко, говорят Его послали за чашей святого Грааля В составе НКВД ВЧК ГПУ состоял некая тайная или закрытая организация Создавала свой отдел, который должен охотиться за какими-то оккультными тайнами А на самом деле следить за тем, чтобы эти оккультные тайны не попали в руки профанам По преданию, из этой чаши пил Иисус Христос во время последней тайной вечери И в эту чашу святой Иосиф собрал кровь Спасителя после казни По легенде, чаша Грааля дает ее обладателю неземную мудрость и бессмертие Историки утверждают, что Грааль побывал в руках некоторых правителей Но чаша всегда исчезала загадочным образом Ведь, говорят, она сама выбирает своего хозяина Так что ее обладателями могут стать только избранные В 1918 году на Владимира Ленина было совершено покушение Врачи отвели вождю считанные дни По всем признакам, он был обречен уже в первые секунды после ранения Ведь пули не только поразили жизненно важные органы Они содержали кристаллы яда Курары Такое сочетание гарантирует мучительную смерть Спасти вождя могло только чудо Он угасал, он терял разум Болезнь уничтожала его организм Он не понимал толком, что происходит вокруг Ленин внезапно выздоровел и вернулся к работе Неужели экспедиция Барченко удалась, и он привез в Москву священный Грааль? Историки теряются в догадках Посмотрите на фотографии Ленина Он работает в разных интерьерах Но одна деталь присутствует везде На письменных столах, на совещаниях и встречах Она одна и та же Чернильница странной формы Кажется, вождь не расстается с ней никогда Мог ли это быть тот самый Грааль? Разведчики знают Чтобы спрятать важный предмет Его нужно положить на самое видное место Если ты хочешь подзнать большие знания Ты должен быть готовым к знаниям И тебе откроется святой Грааль То есть некое вместилище знаний Если ты не готов к получению этих знаний То не ищи их Иди и учись Или, как говорил дедушка Ленин Учиться, учиться и учиться В 20-е годы чекисты совершили еще одну экспедицию В Самарскую область Они считали, что именно здесь следует искать Черную диадему Еще один могущественный артефакт Ее называют короной власти Чингискан попытался использовать ее Для построения своей огромной империи Но он вполне отдавал себе отчет в том Что его человеческих возможностей Недостаточно для овладения этой короной В 1917 году Молодую советскую Россию Посетил барон Джон Рокфеллер Некоторые исследователи предполагают Это был посол Мирового правительства Который привез в подконтрольную страну Распоряжение И некий Артефакт власти Все стенограммы переговоров советских властей И Джона Рокфеллера Были уничтожены Зато именно после этой встречи Экспедиция ЧК Была внезапно свернута А ее руководитель Арестован и расстрелян Возможно, Александр Барченко Мог привезти в Россию то Что ему привозить не следовало Многие вожди считали себя избранными И полагали, что могут управлять Магическими артефактами Особенно они стремились Заполучить корону власти Ведь, согласно легенде Если корона попадет в руки избранного Он получит безграничное могущество Известно, что короной власти Владели Чингисхан и Александр Македонский Из воспоминаний их современников Известно, что никто из великих полководцев Не решился примерить Черную диадему Оба верили пророчеству древних индийских жрецов Носить корону может только потомок богов Остальных она убивает Последним этой короной обладал Наполеон Стоя на поклонной горе В лучах заходящего солнца Он был уверен Весь мир преклонился перед его гением Судя по всему, Наполеон не удержался И надел на себя эту корону И практически одновременно с этим Происходит то событие Которое нам известно Как вот этот глобальный пожар Москвы Наполеон теряет воду Он становится неспособен отдать тот или иной приказ Историки до сих пор спорят о том Как возник пожар в Москве 1812 года И москвичи, и даже французы Пытались бороться с огнем Но город был словно окружен огненным кольцом Которое, пожирая все на своем пути Приближалось к Кремлю Штаб Наполеона бежал из обреченного города А сам император попытался избавиться От злосчастной короны Легенда гласит, что Наполеон Бросил черную диадему В пещеру у горы Светелка В районе Поволжья Экспедиция программы тайны мира Отправляется в Самарскую область Чтобы отыскать следы могущественного артефакта Смотрите далее Проклятие черной диадемы Кто стал жертвой магического артефакта Попытки людей использовать эту корону Приводили к тому, что люди просто погибали Почему русские цари боялись шапки Мономаха Никто особенно не рискует одевать ее на голову Финансовая магия Кто колдует на бирже Все крупные корпорации принадлежат этим людям Самарская область Гора Светелка Сегодня это место считается аномальной зоной Местные жители чувствуют мощную энергию Исходящую от этой горы Видят неопознанные летающие объекты Однажды выхожу на балкон и вижу Как бы что-то такое непонятное мне Завис какая-то точка такая светящая А потом от нее круги отходят И сразу она быстро удаляться начала вдали Историки Владимир и Наталья Ковалец утверждают Что именно в этих местах Наполеон бросил могущественный артефакт Символ своей власти Черную диадему Проводники ведут нас к той самой подземной пещере Где по легенде и хранится Могущественная корона Люцифера На стенах можно увидеть руны Причем интересны надписи на старославянском языке Сейчас вход в эти пещеры засыпан камнями Остался узкий лаз Наши проводники давно исследуют эту пещеру Но пролезть дальше чем на несколько метров вглубь не удается Словно какая-то неведомая сила Выталкивает людей обратно Черная диадема Это может быть как первичная приманка Для того кто может быть уничтожен Идет с захватническими целями Ему дают черную корону Одел готов Если человек идет для того чтобы эту территорию усилить То Одел и получи силу Екатерина Великая прошла здесь инициацию Граф Орлов Давыдов получил эти земли Петр Великий Проводники утверждают Все попытки организовать здесь раскопки Заканчиваются неудачей Год назад Отсюда в ужасе Бежала группа археологов-любителей Двое мужчин Проникших в эту пещеру Ослепли Говорили что пещера Выходит Влево коридором И там лежит Нечто фиолетового цвета Светящееся Они говорили что это как Или груда камней Или корона из камней Попытки людей использовать эту корону Приводили к тому что Люди просто погибали Пользоваться этой короной Может только истинный Властитель земли С трех времен Именно головной убор Был атрибутом вождя Все правители считали Что корона Это символ могущества и власти И те кто управляет миром Лишь поддерживали этот стереотип Мало того Время от времени Лидерам варварских племен Подбрасывали Все новые и новые Магические атрибуты О том что многие предметы Могут нести в себе силу и власть Гласит множество легенд Классический пример Шапка Мономаха Которая хранится в сокровищнице Алмазного фонда Московского Кремля Согласно легенде Этот головной убор Еще в 12 веке Был подарен Византийским императором Константином Киевскому князю Владимиру Мономаху Интересно что После Мономаха Никто из царей На протяжении почти 300 лет Не использовал шапку Во время официальных церемоний У большинства русских правителей Примерявших ее Начинала страшно болеть голова Какие заклинания наложены Это тоже никто не знает Биоэнергетика Это тоже очень серьезная штука И воздействовать может по-любому Никто особенно не рискует Одевать ее на голову И проводить какие-то действия Шапку убрали в сокровищницу Кремля Где она хранится до сих пор И даже сотрудники Алмазного фонда Стараются обходить ее стороной Историки утверждают Со времен Мономаха Его корону носил только Александр Первый Тот самый император Который разгромил Наполеона С его черной диадемой И непобедимой армией Она является символом России Куда больше чем любая императорская корона Артефакт таинственного происхождения Артефакт безумно ценный сам по себе Потому что он уникален Аналогов ему нет Нигде в мире не существует более Ни такой золотой работы Ни короны с такой историей Исследователи считают Что многие магические предметы Меняют ход истории Их специально внедряет в общество Так называемый Комитет трехсот Представители избранных семей Управляющих миром Они словно проверяют Как будет работать Тот или иной артефакт Иначе Как объяснить кровавый след Который, например, оставил в истории Алмаз Санси Бриллиант Санси Своему обладателю Он может принести как полную власть Так и смерть Никто из исследователей Так и не смог узнать Откуда появился этот роскошный камень Массой более ста карат В Европе этот камень Впервые увидели у короля Карла Смелого Он верил в магическую силу бриллианта И мечтал завоевать всю Европу Ни до, ни после алмаза Санси На земле не появлялось Самородков Такого веса и прозрачности Санси описывают Как идеальный бриллиант Без вкраплений и трещин К тому же обладающий Мистической силой Мне захотелось Теоретически, конечно Найти этот камень И я стала его изучать историю А каждый исторический камень Имеет свою биографию Она часто бывает кровавой Драгоценный камень Путешествовал по всей земле Даже зная о трагической судьбе Предыдущих владельцев Санси Монархи всего мира Мечтали заполучить бриллиант Он блистал в коронах Индийских махараджей Им владели стюарты и бурбоны Судьба каждого владельца Заканчивалась трагически Это исторический факт Каждый владелец Санси Погибал на пике своего могущества Икар смелый Его вставил свой шлем Он в 1477 году был убит И этот камень выпал его с шлема Вообще камнем от него Он ослеплял людей Уже в 20 веке Бриллиант Санси был куплен на аукционе Ричардом Бартоном В подарок своей жене Голливудской актрисе Элизабет Тейлор Буквально через месяц после покупки Ричард Бартон Скончался от кровоизлияния в мозг Сегодня Санси Снова затаился По официальной версии Он был выкуплен И находится в Лувре Но многие специалисты утверждают Что там Хранится подделка А настоящий алмаз Где-то ждет Нового могущественного Обладателя Это те По сути дела Крупнейшие Транснациональные Структуры мира Которые сегодня Вот управляют Всем человечеством Это строгий отбор Он по крайней мере Где-то около тысячи лет Уже идет Это конечно самые влиятельные А значит самые богатые люди планеты Такое знание Могло сохраниться Лишь у древнейших монархий планеты Потомственная ведунья НАТО уверена Английская королева Елизавета Как раз из их числа Английская королева это высший уровень Она ведунья высшего первого уровня То есть это самые сильные энергетические Так сказать самые сильные знания Ведунья НАТО Большой знаток магических предметов Она как и многие эксперты уверены Что Великобритания Получила крупнейшую коллекцию Амулетов власти Не раскрывая своего замысла Именно эта держава Руководит всем миром На самом деле Центром этой мировой закулисы Является конечно же Англия Спецслужба МИ-6 Об этом сам Колемо написал Она финансируется Из частных средств королевы И некоторых частных фондов Мы можем лишь догадываться о том Какие еще магические предметы Есть в запасе у тех Кто тайно правит миром Это продолжается уже сотни лет и более Все крупные корпорации Принадлежат этим людям Просто сами называйте Известные корпорации И всех их контролирует Комитет 300 Смотрите после рекламы Волшебное кольцо Эдиты Пьехи Почему она прячет его От поклонников Оно со мной И оно меня греет И я в это верю Где сейчас хранятся предметы силы И кто умеет ими пользоваться Тресманы Каббалистические имеются У самых богатых семей на планете И почему нельзя переизбрать Мировое правительство Нельзя стать членом комитета Нужно им родиться Современные исследователи уверены Небольшая часть тех тайных знаний Которыми владеют древнейшие династии на планете Доступна и обычным людям На самом деле у многих из нас есть свой талисман Некоторые никогда с ним не расстаются И считают именно эту вещь своим амулетом Американцы, например, считают Что редкая купюра в 2 доллара Приносит им удачу в делах Но действительно ли простая монетка Или бабушкино кольцо Может обладать магической силой Конечно, ни монетка, ни кольцо По своей силе Никогда не сравнятся С могущественными артефактами власти Но все-таки иногда Они могут совершить Маленькое чудо Вы верите в то, что какая-то вещь Принесет вам удачу Это свойственно человеку Вы будете в трудный момент Сжимать эту монету, камень, кольцо Знаменитая певица Эдита Пьеха Много лет не расстается со своим талисманом Вместе с артисткой он объехал весь мир Я, например, вожу с собой в чемоданчике Маленького зайчика Он с 64-го года Вот такого небольшого роста Ездит со мной И я ему говорю Мы едем на гастроли Ты уставай, ничего страшного Как будто он мой сопровождающий О другом талисмане знаменитой артистки Знают только близкие люди Хоть она и берет его с собой на каждый концерт Публика даже не догадывается Что Эдита Пьеха надевает его каждый раз Когда выходит на сцену Вне зависимости от страны, города или зала А это на самом деле Где-то частичка моего папы и мамы А внутри инициалы папы Станислав Пьеха С Т Т На внутренней стороне гравировка Я надеваю это колечко только на концерты И я даже не хочу, чтобы его видно очень было Оно со мной и оно меня греет И я в это верю Многие специалисты считают Что талисманом, который может принести власть, славу и деньги Может стать любая вещь На которой сконцентрирован человек Талисманы каббалистически имеются у самых богатых семей на планете То есть это Ротшильды и другие семьи Которых записывают в масонскую элиту Но, к сожалению, они это все очень надежно прячут От подсторонних глаз Но обычные талисманы Не могут сравниться по силе С теми магическими предметами Которыми владеют избранные Настоящий артефакт власти Можно получить Лишь на короткое время И следователи уверены Войти в комитет 300 Практически невозможно Это не договор с дьяволом Это гораздо серьезней Нельзя стать членом комитета Нужно им родиться Нельзя подписать бумаги Получить карточку И стать членом мирового правительства Можно на них работать Можно им помогать Выполнять их поручения Но это ни на шаг Не приблизит к их уровню До сих пор Большая часть магических предметов Не найдена Может быть это и к лучшему Ведь неизвестно Что будет Если они попадут не в те руки И чем это может Опернуться для человечества С вами была Анна Чапман И в мире еще много тайн Которые нам предстоит раскрыть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!